Ребят, всем пламенный хеллоу, приветствую вас на канале СМЛВМ. Ночь, Майами, темно. Сегодня будет очень короткий ролик, все подробности потом, быстренько покажу вам о чем пойдет речь буквально в следующем или через один ролик, что мне удалось приобрести. Итак, смотрим. Ребята, вот оно, вот оно, это чудо американско-немецкого автопрома. Посмотрите, он увидел ключ, то есть вот у меня в руках ключ. Только что я купил этот автомобиль. Посмотрите, как светится решетка. Мне, наконец-то, днем ее не видно, а вот ночью это светится бомбически. В общем и целом, ребята, будет очень подробный ролик на тему комплектации, на тему, как собрать автомобиль, потому что этот автомобиль собран индивидуально. Я его заказывал и ждал больше двух месяцев. Посмотрите, диван. Ну, сейчас ночи, мне совершенно, конечно, не получается удобно снять вам, но, тем не менее, хотя бы что-то на... Сейчас закрою и открою. Да, он уже на флоридских номерах, ребята. Он фантастически выглядит. Расскажу кучу подробностей. Забирал его сегодня от дилера. Посмотрите, машина совершенно новая. У него еще на спидометре. Вот только я еду из Майами. Запах нового автомобиля, конечно, еще только 52 мили проехал. Будет подробный ролик. Все расскажу, покажу. А пока просто ночной вид вам того, что днем смотрится, конечно, тоже по-особенному. Не знаю даже, как этот, простите, такой ролик выкладывать. Потому что он нифига не информативный, ничего в нем толком нет. Есть вот только такой вот обрезанный вариант псевдо-обзора. Но в целом, мне кажется, должно постоянным зрителям зайти. Потому что я... Просто надо было вам показать. В общем, я успел показать. Хотите вам цены на бензин? Покажу еще. Давайте пойдемте цены на бензин посмотрим сразу. Я не знаю, как назвать этот ролик. Обзор, не обзор. Купил, не купил, блин. Вообще капец. Отдельно потом и запишу ролик. Значит, регулярно стоит 3,7. Экстра 4. А Суприм... 4,4. В общем и целом, ребята, как-то так. Музыку поставить вам и дорогу записать ночную. Наверное, только так. Бомба, скажите. Не могу, честно говоря, налюбоваться на это произведение искусства. Ребята, кто будет у нас покупать вообще автомобили? Ребята, делайте это обязательно. Это бомбические автомобили. Не жалейте себя. Не жалейте денег. Покупайте подобное авто. Ну, купите, не понравится. Продайте, как мне друг сказал. Говорю, покупать, не покупать. Он говорит, ну, купишь. Если что, продашь. В общем, мы целом, как-то так. Едет машина божественно. Х7, ребята, BMW с Маут Хабрид, вот этим гибридом, короче говоря. Это просто что-то с чем-то. И вот это, кстати, классная функция, что я могу его, видите, с брелока завести. Раз, два, три. Нажал. Смотрите, раз, и не завелось нифига. Раз, два, три. Не завелось. Офигеть. А что ж такое-то? Наверное, не работает. Поломал. Нет. Блин. Решил вам продемонстрировать функцию. Так, закрываем. И запускаем. Раз, два, три. Не работает. Ладно, завтра расскажу, что, как, почему не работает. Возможно, что еще не настроено. Нет, должна быть. Раз, два, три. Кто знает, почему не работает, ребята. Расскажите, почему не работает функция завода дистанционного. Ну, ладно, решеткой похвастаться. Всем похвастаться. Все, ребят. В общем, ждите обзор. Давайте будем считать, что это просто трейлер на будущий обзор. И вы все увидите в подробностях. Все, спасибо большое. Sorry за этот быстрый ролик. Просто сегодня еду ночью. Не успел ничего записать. Сложная была сделка. Долгая песня. В общем, как-то так. Пока-пока. Увидимся. Спасибо, что были на канале. Все время показывают дневные виды машины. Но ночные показывают крайне редко. А они очень красивые. Эти ночные виды. Смотрите. Это классическая красная подсветка BMW. Просто взрыв мозга. И многие бумеристы согласятся, что это просто что-то вообще убойное. Поэтому, ребята, в общем, еще чуть-чуть моего псевдоролика. Я еще раз прошу прощения перед постоянными зрителями. Я надеюсь, вы оцените. Посмотрите, кстати, Sky Launch стоит. Вот что называется Sky Launch. Ночью. Днем ее тоже бесполезно показывать. Ночью она светится тем светом, который вы поставили. Это пакет Executive. Это очень красиво. В общем, вот такая вот история. Мне кажется, очень-очень зачетная. Поэтому прошу прощения за такой не сильно информативный ролик. Такой для своих, знаете. Ну, хотелось вот мужикам в гараже показать. Но не удержался я. Ну, не стал я делать высокохудожественный фильм. Но решил. Решил все равно с вами поделиться. Потом отдельно, конечно же, запишу обзор автомобиля. Уже более подробно. Что да как. Какие функции, опции. И самое главное, расскажу, чем различается. Кто не подписан на мой телеграм-канал. USFM Vans. Инстаграм-канал USFM Vans. Я там уже приводил. Для всех остальных я расскажу, чем различается пакет Extended Shadow Line. От обыкновенного Shadow Line. В общем, все. Расскажу. Пока я думаю, мне кажется, для многих тех, кто собирается купить себе такой автомобиль, будет полезно. Потому что, ну, от этих нюансов я сам по мере того, как покупаю эти машины. Кто вдруг не в курсе, у меня компания по аренде автомобилей. И, соответственно, отсюда у меня появляется множество разных автомобилей. Есть множество разных автомобилей. Поэтому это не частная лавочка. Это все-таки бизнес. Ну, и, конечно же, помогаю приобретать возможность. Если вдруг есть такая возможность, не основной бизнес. Ну, помогаю приобретать машины для вас. Машины вашей мечты. Обращайтесь. Чем сможем, поможем, как говорится. Все, ребята, пока-пока. Спасибо, что были на канале второй раз. Благодарю вас. И уже десятый раз извиняюсь. Давайте, пока. Продолжение следует.